Расскажу вам одну историю, которой имело место быть, вот, тогда, когда я еще был молодой, тогда, когда были гонения, гонения серьезные, вот, когда нелегко было молиться Господу, собираться вместе, лагеря вот такие мы проводили вообще тайком, вот, потому что их тоже могли разгонять. Вот, рассказ этот будет об отношении нашим гонителям и отношении гонителей к нам, вот. Я помню первый обыск, который был проведен в нашем доме, вот, это был летний день, мы с братьями купались на речке и вдруг услышали, что нам наши друзья сообщают, сообщают, что к вам приехала какая-то машина серьезная, вышли люди, кто в форме милицейской, кто без милицейской формы, зашли в дом и что-то там делают. Мы побежали, вот, и когда мы вошли с братом в дом, я, наверное, был дошкольник, брат был в младшем каком-то классе, вот, мы вошли на пороге, остановились и увидели правоохранителей, которые хозяйничают в нашем доме. Они просто там были как, как будто хозяева были в гостях, они ходили по дому очень так, знаете, вот, смело, все, значит, разглядывали, белье из шкафов выбрасывали, вот, искали что-то такое. На столе увеличивалась стопка книг, тетрадок, песенников, потому что они должны были все это забрать. И когда увидели они двух мальцов, нарисовавшихся на пороге, спросили, это кто такие? Мама говорит, это сыновья, так громко, четко. Ой-ой-ой, сыновья, что, хотите сказать, что вы тоже верите в Бога? Мы смутились, я молчу, я младший, старший должен отвечать. Дальше вопрос прозвучал у одного из этих правоохранителей. Ну ты что? Разве Бог есть? А если Он есть, то где находится? И дальше был ответ моего брата. До сих пор он меня приводит в дрожь и трепет. Мой старший брат отвечает ему, мой Бог находится в неприступном свете. И я увидел, как отвисла челюсть у этого задающего вопрос. Тогда не поняли, что мы, ребята, серьезные. Вот, мы тоже верим в Бога. Это вот первое впечатление от обысков, которые были у нас во времена гонений. Когда отец наш стал служителем, и он много трудился, искренне трудился, благовествовал, посещал другие церкви, молился за больных, Господь посылал исцеление, освобождение, вот, то недругам Евангелия это было не нужно. И они решили его арестовать и посадить. Однажды, это отдельная история, вот, где и как его задержали, его арестовали. Когда его арестовали, то сразу же по многим квартирам верующих в нашем городе произвели обыски. Обыски, чтобы найти какие-то компроментирующие рукописи, литературу или что-то еще. Даже Библии в то время назывались запрещенной литературой. Вот. И все подчистую отбирали у нас. Прошли обыски, завели уголовное дело на Ридина Анатолия Сергеевича. Началось следствие. Следствие длилось, возможно, полгода. Значит, вызывались к следователю все члены семьи, многие члены церкви. И следователь был очень молодой, начинающий правоохранитель. Вот. Очень такой энергичный. И я еще вспоминаю, когда был этот обыск, он все время обращался к одному человеку, который был не в форме. И все время у него спрашивал, вот это, говорит, разрешенная у них литература или запрещенная. А вот это, правоохранитель ему, значит, который в штатском, не в форме, он ему говорил, что брать, что не брать. И я понял, что он был начинающий такой, следователь, которому, видимо, прочили большую дорогу в деле сбора всяких доказательств и фактов против верующих. Так вот, он очень энергично вел это дело против отца. И в кулуарах было слышно, кто-то из наших, кто приходил к нему на допрос, услышал, он говорит, для меня это дело очень много значит. Я должен на этом деле сделать карьеру. И это так и случилось. Но об этом чуть позже. Вот. Следствие шло, оно уже заканчивалось. И мы, в общем-то, и не думали, что перед тем, как закончить это дело, произойдут еще раз обыски. Вот. И неожиданно опять происходят обыски во многих домах служителей, в нашем доме. И когда этот обыск проходил, в общем-то, мало ничего уже в этот раз взяли, потому что полгода назад они все подчистили. Но все равно, что-то там еще они нашли, какие-то письма, какие-то листочки, какой-то сборник, Евангелие. И уже начали уходить. Взяли все это, положили в мешок, что они там у нас нашли из литературы. И теперь вышел один, второй, участковый, многие в форме из них, милицейской. Один человек был без формы. То есть одет в обычную одежду, как мы говорим, гражданскую или штатскую одежду. Вот. Он такой... По всему видно, что он, в общем-то, руководил почти, ну или консультировал тех, кто обыскивал дом. И как бы ни взначай, он немножко задержался в прихожке, то ли поправляя обувь, то ли что-то такое замешкался. Он посмотрел, что все вышли за дверь. Он резко повернулся к моей маме и спрашивает его, Александра Егоровна, скажите, пожалуйста, ваш дом оформлен на кого? Она говорит, на Анатолия Сергеевича. Александра Егоровна, срочно переоформляйте его на себя. Резко повернулся и ушел, догоняя всех, кто приехали на обыск. Оказывается, потом уже мы узнали, что нашему отцу, как это говорят, вот в народе, шили три статьи. Одна статья была 190 и прим, УК РСВСР. «Изготовление» называлась она и распространение клеветнических измышлений, порочащих общественный и государственный строй. Другая статья была нарушение законодательства о религиозных культах. То есть законодательство не разрешало проводить вот такие лагеря, как мы проводим, не разрешало, чтобы в церкви участвовали дети, как вы участвуете, не разрешало, чтобы были струнные оркестры, воскресные школы. Все это было под запретом. То есть нарушение законодательства о религиозных культах. И недавно появилась тогда статья, которая была 227-я. «Посягательство на права и свободы граждан под видом исполнения религиозных обрядов». И эта статья предполагала пять лет лишения свободы плюс, по-моему, ссылка и обязательная конфискация имущества. А мы об этом не знали. Значит, дом наш должен был бы конфискован по решению суда. Но после того, как этот человек, человек, работник спецорганов, не знаем почему, не знаем кто он, но Господь побудил его сердце, наверное, просто видя, что они делают дела непотребные, делают дела неправильные. Наверное, может быть, он понял, что придется давать отчет и думал, как-нибудь, как-нибудь сгладить вот все то, что они вытворяли. И он все-таки решил проговориться и предупредить. «Александра Егоровна, переоформляйте дом на себя, иначе вы останетесь на улице». Когда заканчивалось все это следствие, и этот молодой энергичный следователь должен был уже передавать дело в суд, значит, он еще раз вызвал мою маму на допрос. На допросе он был достаточно веселый, довольный, вот, потому что дело хорошо, на его взгляд, завершается. Вот. Суд наверняка определит то же наказание, которое попросит прокурор, а прокурор по совокупности всех трех статей обязательно попросит максимум пять лет. Он с нескрываемой радостью начал якобы допрашивать мою маму, Редину Александру Егоровну. «Ну, Александра Егоровна, все нормально, следствие окончено, скоро будет суд, после суда мы разрешим вам уже свидание с вашим мужем». Так что вы тоже можете радоваться, дескать. Ну, радоваться здесь было нечему, понятно, что пять лет он должен провести в лагерях. И когда он так глазами пробегался по всему делу, задавая некоторые вопросы, нужные, ненужные, важные, неважные, он как бы не означай спрашивает «Александра Егоровна, а вы в курсе, что статья, которая 227-я, предполагает конфискацию вашего имущества, вашего мужа? Александр Егоровна, дом на мужа оформлен?» Ну, и ждет ответ, что «Да». А ответ был «Нет». «Как нет? Я знаю, что он на вас оформлен». «Нет». То есть на вас, на мужа. «Нет, он на меня оформлен». Мама рассказывает, он как вскочил, он как стал кричать. «Почему? Как? Зачем? Это не может быть! Он же на мужа вашего оформлен». «Нет», говорит, «он на меня оформлен». И он ее, по-моему, выгнал из кабинета, потому что у него что-то не получилось. Вот. Но, несмотря на все, на это, да, слава Богу, дом остался у нас, мы остались в нем проживать, его не конфисковали. Отца отправили на пять лагерей в Магаданскую область, город Сасуман. Оттуда вернулся он уже с подорванным здоровьем. Но это особый рассказ, как Господь благословлял и хранил его там, вдали от дома. Прошли годы. Отец уже ушел в вечность. Служение пастырское было поручено мне выполнять в Рязанской автономной церкви благодать. И когда Господь положил нам на сердце строить церковь, новые здания, вот, оно было начато, стройка, в 96-м году, закончилась стройка, в 2000-м году. И в декабре 2000-го года было освящение нашей церкви. Это был незабываемый праздник, много гостей, много радостей, много музыки, пения, во славу Божию, много поздравлений, проповедей, подарков. Нужно сказать, что праздничное это богослужение длилось пять часов. И как многие сейчас говорят, это было все на одном дыхании. И даже не заметили участники богослужения, что так долго оно длилось. но после трех часов вот уже проведения этого служения вот перерыва, кстати, не было, но во время какого-то музыкального произведения я решил потихонечку на несколько минут отлучиться. И когда я спустился в фойе, я увидел там много людей, которым не хватило места наверху, и которые просто делали передышку для себя. И вдруг я увидел следователя, который вел дело моего отца. Я знал, что он уже был прокурором области. Он поднялся очень высоко. Вот. Я, увидев его, подал ему руку поприветствовать его, потому что он пришел в наш Божий дом, но вместо приветствий он обнял меня и сказал Анатолий, твой отец был бы рад сегодня быть здесь и тому, что совершилось. он он прослезился, пустил слезу и я, потому что видна была рука Божья, рука Божья от того, что дело Божье, оно всегда будет совершаться. основание Божье стоит и никто не может его разрушить. Ни гонения, ни скорби, никакая другая тварь, мы читаем, не отлучит нас от любви Божьей. И вот этот замечательный момент, вот наша встреча во время освящения церкви, это доказало, что даже тот человек, который всю жизнь свою сознательную карьеру гнал церковь Божью и все делало к тому, чтобы вот церкви, они бы не увеличивались, а уменьшались, чтобы дети Божьи не радовались своей жизни, а страдали. Он был, он пришел к этому выводу, что действительно основание Божье стоит. И я ее пригласил, пойдемте мы поднимемся в зал, пойдемте. Он сказал, нет, я не могу. Да я увидел, что и охрана ему давала знаки, что нужно ему уходить. То есть он хотел инкогнито прийти, чтобы просто посмотреть, чтобы просто удивиться и чтобы просто понять, что сила в Боге. Вот. И в немощи проявляется сила. И несмотря на то, что наши братья и сестры прошли вот этими, испытали эту годину или десятилетия страданий, переживаний, вот, Господь не оставил. И вот сегодняшняя наша церковь благодать, наше здание и то дело, которое мы делаем, оно является вот этим добрым знаком, что Господь сказал, не оставлю я вас, не покину. Вот. И в любых обстоятельствах я буду с вами. И вот эту историю я хотел рассказать. Во-первых, чтобы мы знали, что к нашим недругам, гонителям, личные ли есть у вас недруги, вот, персональные ли гонители, притеснители, нужно относиться по-доброму, потому что вот они часто выполняют не свою волю, а волю того, кто их послал, а кто их посылает, чтобы причинять нам проблемы, вред, неудобства. Их князь, князь тьмы. Вот. И вот в этом случае мы видим, что один человек был расположен, несмотря на то, что официально являлся гонителем, был расположен помочь семье не потерять дом и даже пошел поперек воли гонителей, да. И второй человек, который много сделал для того, чтобы гнать служителей, разрушать дело Божие своим приходом в нашу церковь во время ее освящения дал знать, дал знать, что Отец бы радовался. Вот. А самое главное, пусть Отец Небесный радуется нашим деяниям, нашему упованию на Господу и нашему искреннему служению Ему. Аминь. Аминь.